Умри, Гилад, все члены семьи Шарон, президент Израиля Шимон Перес, премьер-министр Бениамин Нитаниагу с супругой, президент Верховного Суда Ашер Грунис, вице-президент Байден, особый посол на Ближнем Востоке Тони Блеер, премьер-министр Чехии, председатель Думы, уважаемые главы делегаций. Я благодарю вас за то, что вы сегодня приехали к нам. Министры, депутаты Кнессета, глава оппозиции, депутат Кнессета Ицхак Герцог, Равины, бывшие и нынешние депутаты Кнессета, все те, кто пришел сюда, чтобы почтить память 11-го премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, граждане Израиля. Прошло 8 лет с тех пор, как Ариэль Шарон впал в кому, 11-й премьер-министр Израиля, Ариэль Шарон. И сегодня здесь стоит его гроб, чтобы мы могли отдать ему честь и почтить его в последний раз. Это человек, который посвятил свою жизнь благу всего народа, человек, который продолжал бороться на благо Израиля, несмотря ни на что. Арик участвовал в строительстве, можно сказать, государства Израиля. Он без устали работал ради Израиля. Ты сказал, Арик, о Моше Даяне, что он никогда не почивал на лаврах, но это касается и тебя самого. О, действительно, никогда, Арик, ты не почивал на лаврах, ты вел активную жизнь на всех этапах своей жизни, ты вел за собой солдат во время войны, ты во время боя в Латруне чуть не потерял свою жизнь, был тяжело ранен. Ты участвовал и в войнах Израиля, и в различных специальных операциях, участвовал и в войне за независимость, и в шестидневной войне, ты воевал с египтянами в Умалькатафе и форсировал Суэцкий канал. Он знал, как Самсон, герой Израиля в 70-х годах, Арик сумел спасти Израиль в один из самых тяжелейших этапов истории Израиля во время войны Судного дня. И с тех пор он решил, что он должен быть капитаном, который поведет корабль под названием Израиль во время шторма в этом бушующем море. И он проявил решительность и твердость характера, доказал, что он готов на любую тяжелую работу ради Израиля. Я очень многое слышал об Арике еще до того, как я с ним познакомился, и я не был разочарован нашей первой встречей. Если Сабры знали его как бойца, для нас, для Олим, прежде всего он был известен как бульдозер, который способен на очень многое, способен на уникальные достижения. Во время волны репатриантов Арик позаботился о том, чтобы никто не остался без крыши над головой. Он постоянно получал данные о количестве репатриантов, которые приезжают в Израиль, и постоянно следил за тем, чтобы было много нового строительства, и сам постоянно посещал Издород, и Кармиель, и Кириатгат, и другие города. Именно Арик Шаром позаботился о том, чтобы каждому репатрианту полагалась так называемая корзина абсорбции, и эта программа именно в его время была реализована. И репатрианты из самых разных стран, и США, и Франции, и бывшего Советского Союза, и Эфиопии смогли почувствовать эту помощь. И я знал, что если есть какой-то серьезный вопрос, который связан с абсорбцией репатриантов, то Карри Кушарону можно обратиться даже посреди ночи, он обязательно поможет. Конечно же, не секрет, что в какой-то момент наши дороги разошлись. Я совершенно не поддерживал его решение выйти из сектора Газа и с севера Самарии. И с тех пор я не поддерживал его решение. Этот разрыв был слишком серьезным. Тем не менее, я никогда не позволю этому разрыву в наших мнениях стереть его достижения перед народом. В течение восьми лет, Арик Шарон, ты боролся за свою жизнь. Далеко от взглядов широкой публики, ты боролся за каждое свое дыхание, за каждое биение сердца. Ты продолжал воевать, как всю жизнь. Ты не сдавался. Ты хотел продолжать жить дальше. Ты хотел со всей своей семьей вернуться на родную ферму, к прекрасному виду, который оттуда открывается, вернуться к сельской жизни и опять общаться со своей семьей, которую ты так любил. 11-й премьер-министр Израиля, генерал, министр, бывший депутат Кнессета Ариэль Шарон. Да будет благословена твоя память.